МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у меня в гостях Владимир Владимирович Потапчик, ведущий специалист-эксперт отдела морально-психологической подготовки Управления по работе с личным составом ОМВД России по Тверской области, майор милиции в отставке. Володя, здравствуй. Я предлагаю сразу перейти на ты, потому что мы знаем друг друга уже много лет. Так будет удобнее общаться. Просто говорим телезрителям, почему мы так накоротко говорим. С прошедшим праздником, Володя. Спасибо большое. С днем милиции, с днем полиции. Мы как-то уже привыкли с днем милиции. Многие знают тебя не как майора милиции, уже в отставке, а как экскурсовода и хранителя фондов, музея ОМВД России по Тверской области. И давай сегодня поговорим об этом, потому что не все, к сожалению, жители нашего города, областной столицы и других городов Тверской области бывали в этом музее. Хотя доступ для всех открыт. Вообще, да, меня очень удивляет, конечно. Я стараюсь как можно больше популяризировать, рассказываю всем, приглашаю всех, кого встречаю, через родителей, через знакомых, через средства массовой информации, когда есть такая возможность. Стараюсь привлечь внимание к музею, чтобы приходили. Дело в том, что он у нас и бесплатный. Единственный минус – это то, что туда можно приходить группами. Он находится на охраняемом объекте, закрытой. И свободного доступа нет. То есть, те гости нашего города, которые, допустим, захотят пары, или несколько человек, не получится. Нужно заранее договариваться. Сразу обозначим, где этот музей находится, территориально. Улица Хрустальная, дом 39 – это бывшее здание учебного центра управления внутренних дел. Сейчас там располагается миграционная служба управления внутренних дел. Это там, где раньше около этого здания стоял БТР, который вот в этот праздник перекочевал. Ничего подобного. У нас было два БТР. Два БТР. Один БТР забрали, а мой БТР тот так и стоит. Так и стоит. Так что не ошибетесь и обязательно его увидите сразу же перед заданием управления нашего музея. Музей бесплатный. Это самое ключевое слово, да? Да, бесплатный. И приглашаю, собственно говоря, начиная с детского сада и заканчивая без ограничения возраста. Пожалуйста, собирайтесь группами, созванивайтесь, приходите. И музей у нас уникальный в том плане, что единственная служба, публичная служба, которая входит во все сферы нашей жизни, это полиция. И там есть, отображены практически все сферы нашей жизни. Вот я была неоднократно в музее, и фильмы, которые часто делала тому или иному подразделению, кибели на протяжении очень многих лет, я передавала, но, к сожалению, не все тоже, потому что как-то затерялось. И тоже старалась сотрудничать, лепту патрульной службы как-то внести в этот музей. Кстати, у тебя как произошло знакомство с этим музеем? Все-таки должность такая, да? Ведущий, специалист, отдела морально-психологической подготовки. Но это волей-неволей, потому что каждый сотрудник полиции, милиции, где-то должен работать и где-то численность. Это сейчас. Вообще, когда я с музеем знакомился, когда я впервые попал в него, это было 22 года назад, это было в 97-м году, я перешел из неведомственной охраны, когда я занимался, я был сержантом вообще рядовым, занимался работой на земле, грубо говоря. Я перешел в учебный центр работать уже начальником клуба тогда еще. И в обязанности начальника клуба входило как раз занятие музейной экспозицией. И тогда я вот впервые, вернее, это было не первое мое знакомство. Дело в том, что за 10 лет до этого я проходил обучение одним из первых в открытом учебном центре. И тогда меня знакомили как слушателя учебного центра. А через 10 лет я пришел туда уже работать как хозяин и стал руководителем этого самого музея. Практически, ну практически можно назвать директором. Ну, он так и назывался тогда, кстати сказать, директор музея. Но ведь это же нужно было знать историю, да, это же приходилось постоянно что-то читать, знакомиться с документами. Ведь работа в музее-то не только, вот как думают, что это пополнение фондов экскурсовод, да? Это очень кропотливая работа, это собирание фактов, собирание, вот в каждой мелочи необходимо разбираться. Более того, если, допустим, это музей, допустим, искусствоведческий, да, там, картины или краеведческий какой-нибудь, там понятная история. Здесь же, в чем специфика нашего музея? Сначала у нас он разделен на несколько частей, и сначала я рассказываю об истории возникновения, полиции, служб различных и так далее. А потом идут службы разные, и надо разбираться хотя бы немножко, но в деятельности этой службы. То есть это эксперты-криминалисты, это и уголовный розыск, это и службы ГИБДД, и борьба с экономическими преступлениями, участковые, уполномоченные. У нас до сих пор сохраняются экспозиции пожарной службы. Которые раньше были в составе МВД. А я думаю, что они вернутся рано или поздно. Сейчас у нас, надеюсь, но если слушает МЧС, скажет, когда же мы вернемся, да, неужели такое будет? Все возможно. Потому что, ну, практика показывает, что выводят из состава, вводят в состав. Вот миграционная служба вышла из состава, уже вошла обратно. Уже вошла в состав. Мало того, что переехала теперь в стены, где расположен музей. Вот, и опять-таки экспозиция миграционной службы, экспозиция ФСИН, службы СОБР, ОМОН, которые ушли. Которая в Росгвардии сейчас. Да, в Росгвардии, и кто знает. Но, тем не менее, Володь, это же история. Конечно. Это история, и, может быть, мало кто знает, что тот же ФСИН входил в состав МВД, да? Или что легендарный СОБР, ОМОН, они тоже до недавнего времени были. Это же все наши ребята, которые героические ребята, которых мы... Вот в пятницу мы как раз отмечали день погибшего сотрудника. Ведь, ну, очень много тех, кто был в СОБРе, ОМОНе, тех, кто погиб на Северном Кавказе у нас. Вот, поэтому все это надо знать, это надо все изучать. И для того, чтобы... Вот у меня только что была группа, это пятый класс, восьмой гимназии. Вот сегодня я знаю, что ты проводил экскурсию. Да, только что вот они ушли. Это пятый класс. И надо же доступно рассказать им об этом всем. Это надо не только знать, но еще и понимать, кому ты и как это рассказываешь. Ведь, возможно, среди этих слушателей уже будущие сотрудники, которые будут поступать, а потом служить. Это и хорошая профилактика в то же время, когда дети начинают посмотреть и вникать в то, что происходит вокруг них. В чем жизнь, в чем смысл этой жизни, почему нельзя делать этого и почему можно делать вот это. Да, это же и правовое просвещение, вот о чем мы постоянно говорим детей и подростков. Вот, обрати внимание, там у нас получается... Когда я рассказываю об экспертно-криминалистическом отделе и уголовном розыске, я же говорю о том, что совершение преступлений, да, то есть любое преступление, и учтите, что вас ведь все равно накажут за это, так или иначе. Идем дальше, ГИБДД, это правила дорожного движения. Идем к участковым, там и самодельное оружие, кастеты, дубинки и тому подобное, вот это все, то, что запрещено. Но почему нельзя этим пользоваться, начинаешь это им объяснять, чтобы они никогда этого в руки не брали, чтобы, не дай бог, чтобы никто не пострадал от этого. Кстати, что вызывает, вот по твоим наблюдениям, у детишек больше интерес, вот как вот они реагируют? Ну, в первую очередь, конечно же, оружие. У меня в музее очень много оружия, начиная от пулемета Максима, винтовка Мосина. Начало зарождения милиции народной. Это вот все, да, это как раз вот, у меня начинается, вот как раз, входят когда, да, в музей. Вот это первый зал, да, это при входе, входная группа. Это при входе, да. И вот мы видим, во-первых, первые два знамя, вот самое первое знамя 62-го года, врученное нашему управлению внутренне, УВД Калининского обл. исполкома. Вот. Второе знамя, это 94-й год, это ельцинская эпоха уже. Вот. И сегодня у нас имеется третье знамя, которое хранится уже в дежурной части, оно официальное сегодня. То есть, ждет еще своего... Ждет свои минуты, чтобы попасть в музей. Да, попасть сюда. Вот. И, естественно, когда музей был создан, он посвящался только советской милиции. Сегодня мы сделали вот здесь вот экспозицию, как раз, которая посвящена уже полиции царской. А, царской? То есть, да, это 200 лет, видите, царская полиция не дожила всего год до своего двухсотлетия. Володь, я предлагаю о царской полиции об истории поговорить после выпуска рекламы. Сейчас мы ненадолго прервемся и через три минуты вновь вернемся в эту студию. Не переключайтесь, все очень интересно. Добрый день, еще раз мы в этой студии. Мы в программе «Тема дня». Напоминаю, что в эфире с вами сегодня Ирина Чекунова, а у меня в гостях Владимир Потапчик. Назовем его просто директор музея УМВД России по Тверской области. Да, Володь, как уже договорились. Фактически так оно и есть. Как раньше было, так оно и осталось. Ты ведь один хранитель фондов этого музея. 22 года, да. 22 года. А сколько вообще музею лет? Музею в этом году исполнилось 34 года уже. Он был создан как раз, когда открывали учебный центр. Тогда была возникла идея создать музейную экспозицию. И со всей области ветераны, службы везли, собирали все по крупицам. Более того, привлекли специалистов, которые в свое время делали музей Ленина в Москве. Это исторический музей на Красной площади, самый центральный. И поэтому вот наши экспозиции, вот если посмотреть, да, опять-таки. Ну вот сейчас, вот посмотрите. Невысокие стенды, которые там имеются, они имеют такую структуру, что все доступно, все видно, все прочитать. И можно вплотную подойти и почитать, это же документы. Да. Можно прочитать все, что угодно. Собрано с любовью со всей области фактически. То есть получается народный музей. Да, это народный музей абсолютно. И он собирается, вот ветераны у нас уходят на пенсию, передают что-то каждый раз. Вот самое удивительное, сейчас по инициативе нашего руководства, да, Пырха Петра Алексеевича, мы стали делать выездные выставки. То есть есть передвижные композиции, экспозиции, да, которые можно показать в других районах. И вот мы ездили летом, значит, в Осташков, делали выездную выставку. Не поверите, мы встретили там внучку, сейчас покажу, внучку начальника нашей милиции во время войны, Крылова Алексея Михайловича. Да что ты говоришь? Вот этого человека, который с 42-го по 50-й год возглавлял нашу милицию. Я даже не представлял, что здесь кто-то остался. Но, тем не менее, она уже собрала материал для музея, вот. И я надеюсь, вот скоро передаст, будет новая экспозиция об этом человеке, которым, собственно говоря, узнали только из архивов, благодаря тому, что в архивах поискали. Крылов Александр Михайлович, а пока только фотография, да, музей его? Пока только фотография, ну и небольшая справка о его служебной деятельности у нас. Вот, то есть, то, что мы знаем, что он у нас вот служил в этот период. А ведь человек фактически всю войну руководил нашей милицией, вот, занимался серьезными делами, потому что то, что происходило у нас в войну, ведь никто не предполагает себе, что такое милиция в этот период. Вот, все, все время говорят о фронтах, да, фронты, это, учитывая то, что у нас сотрудников милиции, только сотрудников милиции, более 600 ушло на фронт сразу же. Вот, ведь здесь кто остался? Здесь их заменили женщины, инвалиды, те, кто был очень нужен, ну, редкие сотрудники, которых остались здесь. А у нас прифронтовая полоса. И вот здесь, на освобожденных территориях, огромное количество преступных банд из дезертиров, из бандитов, которых, ведь, многих забирали из зон, из местных заключений и посылали на фронт. Они сбегали, сбегали и дезертировали здесь, и собирались в банды, и творили такие, хуже фашистов были. И приходилось с этим всем бороться. Их женщинам во главе вот с Крыловым, да? Да, и Крылов вот возглавлял всю эту, как раз, милицию, которая этим занималась. Ведь, обратите внимание, что в 42-м году, 22-го июня, было создано ОББ Калининской области, отдел по борьбе с бандитизмом. А до этого не было, да? До этого не было, занимался уголовный розыск этим. Вот, тогда нас же сначала возглавлял Токарев в 41-го года, как только война началась. Токарев Дмитрий Степанович. Да, Дмитрий Степанович, но он потом был переведен, там же сначала разводили МВД и КГБ, потом опять сводили МВД. И в 42-м его опять развели, он возглавил КГБ, а Павлов возглавил МВД. Он руководил... Павлов Василий Павлович. Да, Василий Павлович. Вот он человек, который вообще великий. Он партизанил и участвовал в рельсовой войне. Человек, который и после того, как уже ушел на пенсию, он работал в институте. Там занимался энергетикой, строил гидроэлектростанции всевозможные и награжден огромным количеством орденов и медалей. Это человек очень заслуженный был. И вот эти люди возглавляли нас в период войны. Это очень тяжелый период был для нас, как раз для нашей области. И мы в этот период, достаточно сказать, что заместитель Крылова, Николаев, он был начальником отдела служебной и боевой подготовки. Только за июнь месяц 42-го года собрали 7 тысяч трупов. Ничего себе. По его инициативе он организовал и помощь, и истребительные батальоны, и местное население, и сотрудники милиции. Ходили, собирали трупы, которых было огромное количество. Это только один месяц. Вот представляете, сколько всего вот этого было. Создавались истребительные батальоны, которые боролись вот с этими самыми преступниками. Вот у нас сейчас впереди 75-летие. Да, сейчас великий год. Это очень важно. И поэтому, конечно же, дети, которые приходят, они же этого ничего не знают. Да мало кто из жителей Твери сейчас современные, и молодежь, и люди постарше, мало кто знает об этом. И необходимо вот это вот рассказывать, чтобы они понимали, почему мы это празднуем, почему для нас праздник победы такой великий. Потому что если бы не вот эти люди, по сути дела, сейчас бы ничего не было. Не было бы ни России, ни Советского Союза, да и нас не было бы. Кстати, вот в музее ведь есть отдельный стенд, да, сотрудники Тверской милиции в годы Великой Отечественной войны. И там вот это отдельная экспозиция, я просто знаю. Вот обратите внимание, у нас здесь даже есть землянка, вот в каких условиях проходила война, вот здесь представлено и оружие, и радиостанция. Здесь рядом есть стенды с погибшими нашими сотрудниками, которые защищали и Калинин. Вот, сейчас мы работаем над созданием полной книги тех, кто погиб в период войны, потому что не все они учтены. Вот, и более того, практически не учтены те, кто погиб на фронтах. Потому что у нас их больше 600, этих сотрудников. И кто из них выжил, на сегодняшний день пока неизвестно, очень мало известно об этом. Тех, кто вернулся с фронта. Ведь у нас, если в личное дело посмотреть, у нас просто записано, они же были демобилизованы, и записано. Вы был из состава. Вот, это значит, отчислено и исключено из списков сотрудников органов внутренних дел. Все, и направлен на фронт, а что с ним дальше происходило? К сожалению, не о всех мы знаем. И необходимо эти списки все восстановить, найти всех погибших, чтобы мы их всех помнили, чтобы мы знали, где их могила. Вот я тут начал смотреть книгу памяти, вот нашу областную, вот эту многотомную, и уже нашел четверых. Один похоронен в Польше, другой в Белоруссии. Вот, есть наши сотрудники, которые вот там оказались. Кстати, Володь, но ведь это же гигантская работа. Это же нельзя совмещать, это должен делать целый штат сотрудников, на мой взгляд, чтобы успеть к 75-летию победы. Это было бы очень хорошо, я боюсь, что мы не успеем к 75-летию всех собрать, потому что это, я думаю, что к 80-летию, я надеюсь, что мы к этому сделаем. Но помощь-то какая-то, какая требуется помощь волонтеру, но здесь тоже нужны специалисты, доступ к архивам, поисковая работа. Здесь нужен, да, нужны помощники, конечно же. Одному, это огромный пласт, очень большой пласт. Тем более, что мы вообще до недавнего времени, мы очень мало уделяли внимания как раз изучению собственной истории. И вот благодаря с тех пор, как у нас был начальником Рычков, Юрий Алексеевич, вот по его инициативе мы стали, начали производить вот это изучение. И появилась вот первая книга, это «Полиция Тверской губернии», это то, что было до революции с нашей полицией. Вот, это изучение архивов Государственного областного архива, это и Тверской университет, библиотека, это и Тверской центр документации новейшей истории, изучение этих материалов. Сейчас в редакции лежит вторая книга, надеюсь, что скоро выйдет, это «Милиция Тверской губернии», это 17-30 год, то есть до объединения БНКВД, до создания. Это тоже материалов набралось на книгу? Это все материалы, да, и она даже больше, чем эта должна быть, по идее. Вот, потом третья будет книга, это как раз 30-55 год, то есть весь период НКВД, вот как раз это война, Великая Отечественная, репрессии, о которых мы не можем не упомянуть. Вот, и потом четвертая книга, это 55-11 год до реформы в полицию. До переименования в полицию. Да, до переименования. То есть, вот на сегодняшний день три книги уже существуют, их надо только издать, еще две, вот, а четвертую еще вот только пишут. А где можно ознакомиться с содержанием этих книг? Они будут доступны широкому зачитателю? Эта книга уже, я ее уже доставил, она доставлена уже в библиотеке. Она есть и в Горьковской, и в Герцена библиотеке, и в библиотеке университета. Вот, если есть необходимость, мы можем добавить, еще во многих школах имеются эти книги, мы старались распространять, она не продается нигде. Вот, мы распространяем ее так, по мере возможности. И хотелось бы, да, чтобы в районы области, да? В районы мы раздавали нашим сотрудникам кадров, чтобы они передавали в библиотеки местные, районные. Вот, и чтобы у них в отделах было, чтобы они тоже изучали, знали, как это все происходило. Что у нас происходило в это время? Ведь в прошлом году мы отметили 300 лет. Это большой срок, и за 300 лет история полиции достаточно серьезно развивалась. И здесь можно сказать о том, что особенно советский период, почему вот так получилось, что вот до революции одна книга, а после революции три. Потому что до революции было всего две реформы, всего две небольшие реформы. Это когда в 1861 году произошло освобождение крестьян, да, крепостного права. И тогда объединили сельскую полицию с городской. И в 1882 году там произошла небольшая реформа, которая там увеличивала штат, появляются новые службы и так далее. Все. А начиная с 17-го года реформы нас не оставляют. Они так любят нас. Что-то реформируют. Да, очень часто, вам кажется. Постоянная реформа, бесконечная. Поэтому описывать вот как она видоизменялась практически чуть ли не каждые пять лет приходится очень много. Отдельная книга на каждый период реформы. Ну, практически. Вот, кстати, я хочу спросить, ты показал, да, что вот в экспозиции музея в годы Великой Отечественной войны есть землянка, да, воссозданная? А мне запомнился там такой вот макет рабочего кабинета. Там, кстати, шикарный стол. Кабинет у нас замечательный. Ведь это же тоже чуть ли не дубовый стол, да? Это же какая красота. Лампа такая тех времен. То есть это все было воссознано и тоже где-то собиралось. И ведь это же не только, мы хотим сказать, зрителям нашим и радиослушателям, не только фотографии, не только документы. Это еще и обстановка. Вот. Что это такое? Как это сюда попало? Здесь у нас представлен, ну, макет кабинета, как раз начало вот периода гражданской войны, когда стол еще дореволюционный. За ним когда-то сидел там местный начальник полиции. Полиция еще до революции? Да, до революции в рамешках. Вот. А потом он плавно перешел к сотрудникам милиции. За ним уже сидел начальник уже советской милиции. Советской милиции. И последним, кто сидел за этим столом, был наш полковник Феоктистов. Тогда начальник рамешковской милиции, а в последующем начальник экспертно-криминалистического отдела нашего управления. Да, 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 он у меня был героем фильма, который в делах столетия экспертно-криминалистического. Вот это его стол, и он тогда вот, так сказать, от сердца передал его в музей, этот стол. Вот. И здесь, обратите внимание, имеется и телефонный аппарат. Телефон тех времен тоже, да? То же самое. Так вот, тоже уникальная история. Связисты нашли этот телефонный аппарат на одном из железнодорожных перегонов. И девушка, которая там работала, она все еще звонила по нему и сообщала о том, что прошли поезда. То есть это рабочий телефон? Он был рабочий абсолютно. Так, наверное, хочется набрать, так, девушка, девушка, там какие-то суммы, цифры назвать, да, как раньше соединение устанавливалось. Вот, вот. И они ей поставили обычное, а этот привезли сюда, вот, в музей. То есть вся обстановка достаточно приближенная именно к тому времени настолько, насколько это возможно. Там даже сукно, которое лежит, оно родное. Оно поедено молью, я его не меняю, не делаю новым. На дезинфекцию какую-то, да? Ну, естественно, конечно, чтобы его не ели дальше. Ну, кстати, это же все, это же все надо было продумать, куда это поставить, как это все повесить, как это все разместить. Это такой дизайнерский вкус. Так я и говорю, делали-то это все профессионалы в свое время. А вот сейчас, когда новые создаются, открываются новые заловицы, эта служба расширяется, да? Это как? Кто-то тоже курирует, куда это разместить? Сегодня профессионал один, я. А ты только один, ты во всем. Да. Три в одном или четыре, или пять в одном. Ну, получается, что я сам это все и оформляю, сам это все как-то расставляю по моему убеждению. Возможно, я не прав, я же не заканчивал институтов музейных, у меня нет образования такого, у меня образование юридическое. Но на свой вкус расставляю, пока всем нравится, пока никто не обижается. И вот буквально перед праздником, 5 ноября, у нас произошло открытие новых залов. Благодаря новому начальнику Пырху Петру Александровичу, полковнику, мы открыли новые залы. Более того, провели реконструкцию старых залов, обновили и электричество, и сделали новые окна. Там раньше у меня всегда было очень холодно, всегда, и зимой, и летом. Ну, такое здание, оно современное же здание, да? Оно современное, но плохо работало отопление, и окна были достаточно ветхими. Сейчас поменяли мне окна, сделали мне хорошие батареи, теперь у меня тепло, светло, света много. Света много. Я помню, мы недавно собирались с нашим общественным советом при начальнике УВД Тверской области, да? И, короче говоря, с удовольствием уже бывало, и такие люди заслуженные посмотрели. Давай еще расскажем, куда приходить жителям области. Еще раз, да, мы вначале сказали, но сейчас, видимо, не все подключились с самого начала, поэтому напоминаем, что наш музей располагается на улице Хрустальной, город Тверь, улица Хрустальная, дом 39, бывшее здание учебного центра управления внутренних дел, сейчас там располагается миграционная служба. Большое четырехэтажное здание, перед ним стоит БТР. Не ошибетесь, да, БТР, потому что он не похож на троллейбус. Кстати, Володь, если кто захочет подойти туда, вот мы уже сказали, что только группы принимаются, да? Надо предварительно записаться, надо прийти записаться или есть телефон? Пусть звонят по телефону, пожалуйста, уважаемые зрители. Я вам диктую телефон, он у меня один, единственный и неповторимый. 8-906-655-21-47. 47. Мы перед тем, как выложить наш сегодняшний эфир на наш сайт, мы опубликуем этот телефон, чтобы обращались люди и записывались заранее. Кстати, желающих много. Желающих много, просто не все знают. Те, кто узнают, они приходят сами, и потом получается так, что приглашают потом еще кого-то. Говорят, что очень понравилось, очень интересно. Ну, конечно, это очень интересно, это очень уютно, как дома. И столько информации. Я помню, когда делала к столетию уголовного розыска фильм, ты у меня был одним из героев этого фильма, вот ты ходил и рассказывал по экспонатам музея, да, про первого начальника уголовного розыска, про банды, которые удавалось задержать, про самые громкие операции, да, про сотрудников. Это безумно интересно. Конечно. Обрати внимание, что у меня экскурсия, если это взрослые люди, она идет минимум полтора часа. Вот он кажется вроде бы не очень большой музей, но когда начинаешь рассказывать, ведь это, во-первых, 300 лет полиции, это 300 лет. Это надо рассказывать 300 лет. Вот, да, и плюс потом еще различные службы. И вот мы закончили на том, что вот буквально 5 ноября появилось еще два новых зала у нас, благодаря нашему новому начальнику Пырху Петру Александровичу, полковнику полиции. Вот посмотрите, там у нас появляется и экспозиция, опять посвященная борьбе с экономическими преступлениями. Хотя у нас, у вас уже была такая экспозиция, да, целому этому отделу есть? Она была, это отдельно еще добавлено к нему, вот, к этой экспозиции. Там у нас и борьба с наркотиками. Мы напомним, почему наркотики, потому что раньше же в ФСКН России по Тверской области был свой музей, да, когда было целое управление, а теперь же перешло в ведомство МВД. Теперь он в МВД, и этот музей переехал к нам. Вот, и теперь он здесь располагается, и вот целая экспозиция большая, посвященная как раз этой службе. Но экспозиция, Володь, если это то, что было в управлении наркоконтролью, это очень страшная экспозиция. Это страшная, но она необходимая. Она очень необходимая, особенно для молодого подрастающего поколения. К сожалению, мы каждый год сталкиваемся с тем, что у нас рост наркомании. А что такое наркоман на улице? Наркоман на улице это преступник, потому что ему все время нужны деньги на очередную дозу. А раз нужны деньги, значит их где-то брать надо, либо своровать, убить, ограбить, залезть в квартиру, еще куда-нибудь. То есть это постоянная угроза совершения преступления. Поэтому для нас наркомания это бич, и нам необходимо с этим бороться. Естественно, когда я разговариваю с детьми, разговариваю с подрастающим поколением, я стараюсь всячески их убедить в том, чтобы они никогда на этот путь не становились. В противном случае, ведь наркоман это человек, который свою жизнь загубил на корню, сразу же. У него нет будущего, у него нет ни роста, ни карьеры, ни семьи. Да и жизни просто нету, нету жизни. У него вся жизнь заключается в принятии очередной дозы, все. Ведь это же какое страдание семье, близким, родным, это же, это просто беда в доме. Ужас, боль, постоянный, это кошмар, это постоянный кошмар, в котором живут и близкие, и сам наркоман, который сел, пошел по этой дорожке. Поэтому необходимо обязательно профилактировать это все, необходимо об этом рассказывать. Поэтому у нас очень большая экспозиция такая. Я говорю, вот у меня была группа, девочке даже плохо одной стало, но это необходимость. Это, к сожалению, правда жизни. Мы с этим сталкиваемся, и это очень тяжело и больно, но необходимо. Ну, конечно, музей, который ты курируешь, скажем так, да, там веселого-то мало, по большому счету. Но эта история, от этого никуда не взяться, это милиция. Ну, милиция, вот самое интересное, что, обращая внимание, мы очень редко, конечно, сталкиваемся с тем, что нам кто-то благодарен. Это редко. Да мы и не претендуем на любовь, по сути дела, мы как ни крути, все равно полиция это карательный орган. И, ну, рассчитывать, что тебя кто-то будет любить, конечно, наивно. Но уважение полиция заслуживает целиком и полностью. Потому что эти ребята не спят, иногда и не едят. Сутками проводят на улицах, сутками сидят в засадах. Только для того, чтобы предотвратить очередное преступление, чтобы защитить, чтобы оградить. Да, не всегда успевают. Да, бывает так, что, к сожалению, и, ну, как это в песне у нас совершенно справедливо поется, кое-где у нас порой бывают сотрудники, которые не очень порядочные. Приступают, да. Да, приступают. И, к сожалению, именно почему-то вот о них много говорят. Ну, потому что, Володь, ну, потому что привыкли, что из каждой... И хорошее это якобы людям неинтересно, интересна только какая-то черная сторона. А ведь у нас каждый год, каждый год сотрудники совершают героические поступки. Спасают людей из тонущих людей, из огня вытаскивают. Помогают беременным доставить больницу, когда уже невозможно, вплоть до того, сами роды принимают. Ну, что там говорить, когда эти ребята на улицах машины подставляют под другие, только чтобы защитить людей. Себя подставляют постоянно. У нас, к сожалению, каждый год и сотрудники ДПС очень часто гибнут. Бывает. У нас служба очень опасная, очень сложная. И поэтому уважение к полиции она заслуживает целиком и полностью. Не любите, да. Но уважать вы обязаны просто-напросто. Поэтому вот такая пропаганда, можно сказать, да, пропаганда работы полиции, да, сложная, да, тяжелая, но необходимая. Без нее пробовали обойтись некоторые, говорили, что ну зачем нам вот эти вот товарищи. Ну попробуйте убрать. К сожалению, никак. Да. Попробуйте убрать сотрудников полиции, и что у вас получится. Вы получите, ну, Украину вы получите. Вот то, что происходит там. Полный беспредел. Будет все по понятиям, не по закону. Да. Ну вот за что боролись, на то напоролись. Кстати, Володь, какие уголовные дела могут попасть в музей рассказ о каких уголовных делах? Это кто решает? Вообще, вот ты сегодня часто упоминал нового начальника УВД Петра Пырха, да? Это зависит от позиции работы музея, от позиции руководителя управления? Это куратор все-таки, это руководитель управления? Ну, курирует, безусловно, руководство управления внутренних дел, безусловно. Это и начальник управления по работе с личным составом, это и начальник управления внутренних дел, конечно же. Как без него? Они курируют это. Но оставляют все-таки это на усмотрение руководителя музея, что достойно. Что достойно, что интересно. Да, что интересно, что может заинтересовать. Потому что, ну, все-таки, какой-никакой опыт есть, и я знаю, что может привлечь внимание. Поэтому они дают мне определенную свободу действия, за что я им очень благодарен, за что им большое спасибо, что они не ограничивают меня в возможностях. Как раз поиска, добывание этих самых экспонатов, розыска дел допускают меня в информационный центр с удовольствием. Пожалуйста, я практически там уже свой. Ну, кстати, розыск дел, да, розыск, это же добывание экспонатов, добывание документов, это же тоже научная практическая работа, это же кропотливая работа. То есть приходится все-все-все, что представляет интерес, это и фотографии, это из уголовного дела, да, какие-то материалы, да, документы, какие-то вещдуки. Причем необходимо все отслеживать с тем учетом, что часть материала секретна. То есть вот эту секретную часть необходимо опускать так, чтобы она не вышла наружу. То есть еще много секретного? Конечно, секретного у нас слишком много, еще очень много. Я тут столкнулся даже с тем, что у нас есть секретные дела, которые относятся к периоду Великой Отечественной войны. Вот, и буквально, вот буквально весной этого года, по-моему, рассекретили дело, где рассматривалось, это дело 46-го года, когда рассматривались, допрашивались жители нашей области о зверствах фашистов. И там такие факты скрывались, господи, о зверствах фашистах вот за тот период, пока Калинин был оккупирован? Да, не Калинин, но область. Область, вся область. Вся область. И там вплоть до того, что Хатынь, это то же самое, то есть сжигали деревнями. Когда, вот, например, такой случай, когда фашисты загнали всех в школу, от грудных детей до стариков, и подожгли ее со всех сторон. И матери выбрасывали со второго этажа детей, только чтобы спасти их. Вот, то есть там такие факты страшные, честно говоря. И мы не знали о них, да? Они были засекречены, и вот сейчас, вот, благодаря политике нашего и руководства, и страны, это все рассекречено. Стало рассекречиваться, и стало доступно. И люди теперь знают, почему, в конце концов, мы празднуем этот день. Почему мы не позволяем исказить правду о войне об этой. Ведь сейчас на каждом углу нам стараются сказать, что нет, это все не так было. И что Советский Союз здесь вообще ничего. Да, да, и что там вот это все, немцы приходили, они были добрые, они шоколадки раздавали. И сейчас вы жили в шоколаде. Да, я помню прекрасно в свое время, когда я жил еще в Завидово, значит, соседка у меня старушка была. Она говорит, ой, я помню, приходили немцы, шоколадку давали. И вот, к сожалению, сейчас часто пытаются объяснить, что вот они какие добрые были. А вот когда ты поднимаешь вот эти материалы, когда ты начинаешь их читать, ты начинаешь понимать, что вот эта доброта первоначальная, видимая, она вся сводилась к тому, чтобы полностью уничтожить все, что вокруг них было живого. Оставить только себя любимых, ну и несколько рабов, которые бы им помогали. Все, больше мы им не нужны были, никто. И, Володя, ведь это факты, это история, это документированные уголовные дела. Это уголовное дело, это подписано, допрос проводил следователь, все подписано с печатью. Это дело сейчас у нас нашло какое-то отражение в экспонатах или это еще все впереди? Пока в экспонатах я его не выставил, потому что она только рассекречена. Я еще думаю, как отобразить эту экспозицию, чтобы люди в обморок совсем не падали. Вот, чтобы показать, но в то же время, чтобы это было доступно. Потому что те такие кошмары, которые там происходили, когда, ну, что говорить, ну, новосокольники тогда входили в Калининскую область, взяли, согнали цыган со всего города за город, в тюрьму загнали, сутки заставили их всех петь, плясать, всех, 500 человек, а утром вывезли и всех расстреляли. И в городе слышно было, как они стонали. В городе слышали эти стоны. То есть то, что происходило, это все надо знать. Это все история, это очень тяжелый вопрос. А как же, куда размещать предыдущие, расширять музей, какая-то возможность есть сейчас? Вот ты говоришь, что добавляются новые залы. Да, вот один зал я уже показал, да, вот у нас появляется. Значит, и еще у нас есть один зал, это уже лекционный зал с возможностями видеофильмов. То есть здесь можно посмотреть и видеоматериалы. Это и библиотека. Вот можно увидеть ее здесь. Значит, это здесь и библиотека, музея. Я смотрю рисунки, библиотеки детские. Рисунки. Это временные выставки, да, вот тематические, которые проходят. У нас часто мы проводим тематические выставки, где, ну, конкурсы проводим детские. Детские рисунки, фотографии сотрудники присылают. И вот здесь я их провожу, показываю всем, кто приходит. Они смотрят вот на то, как у нас все-таки есть творческие люди. Потому что среди сотрудников органов внутренних дел есть и те, кто и поет, и рисует. Вот у нас есть, вот обратите внимание, вот выставка. Это рисовал сотрудник органов внутренних дел, майор Ратников Сергей. Он в свое время, значит, писал картины. И вот сейчас у меня вот выставка такая, вот его картины. Это здесь и графика, и масло, все выставлено. Слушай, как расширился. Скоро ты весь первый этаж будешь сдать. Это весь первый этаж. Это уже весь первый этаж. Просто вот ты говоришь о рассекреченных документах. Это на самом деле нужно расширять, расширять экспозицию. Мы стараемся. И возможно, и возможно, что либо вот как вот с экономическими преступлениями появился новый стенд, новый, да, новый стол, да, все выложено. И так, возможно, придется новую экспозицию делать к 75-летию победы. Ну, может быть, не совсем новую, но мы эту экспозицию, безусловно, модернизируем и добавим туда много чего. Вот я жду уже материала по Крылову, которого у нас не было. Да, 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 то, что говорил до Сташкова, внучка. Да, да, внучка. Я очень надеюсь, что будет этот материал по этому человеку. Это очень важный человек. Добавятся вот эти материалы по зверствам. И, надеюсь, что-то еще есть. Я очень рассчитываю на то, что жители нашей области, особенно те, у кого в роду был кто-то, который служил в органах милиции, органах внутренних дел, хоть что-нибудь принесут в музей, и он будет обязательно размещено там. В обязательном порядке это будет экспозиция, будет какой-то экспонат. Каждый экспонат для меня ценен, любой, какой бы ни был. Он очень важен, потому что это наша история, которую надо сохранять, надо расширять, увеличивать. Это будет очень красиво. Ну вот сейчас у нас есть возможность, мы обратимся, да, что можно приносить. С какого часа работает время работы музея? Как там тебя можно достать? Значит, музей работает у нас с половины десятого до трех в обязательном порядке. Но при необходимости время можно и сместить. Я на телефоне круглосуточно. И вот этот вот телефон, который ты произнес сегодня, это телефон, по которому можно звонить и предлагать. То есть принимаются экспонаты, ведь у нас очень много сотрудников, которые служили в милиции, да? И отдали жизнь свою службе отечества. Конечно. Я буду рад любому экспонату, который мне принесут. Это форма, это какие-то документы, фотографии, все, что возможно. Это, может быть, найденные оружия какие-то там, еще что-то. Все, что возможно, я все принимаю. Этому найдется место. Конечно. Кстати, вот, Володь, скажи, характер преступности, ведь уже это 22 года, ведь меняется как реформы, да? Раз в пять лет ты говоришь, да? Так, характер преступности, он отражается в экспонатах музея? Меняется? Меняется с годами? И насколько это отражается? Только рука на пульсе? Ну, конечно, меняется. Но если мы возьмем экономические преступления, это особенно в них отражается. Это все, естественно, потому что самое яркое. В каком плане? Ну, одно дело, когда у нас, вот, например, стенд БЭП, да, и там дело 87-го года, там, прошу прощения, 76-го года, когда на комбинате из Кош выпускались там подошвы, и эти подошвы по поддельным путевым листам развозились по всему Советскому Союзу. Вот. Или дело стеклозавода, когда изделия из стекла выдавались за хрусталь. Это одно. А когда 90-е годы, там уже и поддельная алкогольная продукция, там у нас уже и контрафакт различного рода. Это, естественно, вот отражается вот в этом как раз развитии экономическом. А вообще сама-то по себе преступность, несмотря ни на какие технические прогрессы, она же не меняется. Суть-то ее остается прежней. Это воровство, убийство, кражи, изнасилование и так далее, оно же все то же самое, что и было 300 лет назад. Ничего не меняется, только техническое оснащение. По сути дела это все одно и то же. Это все то, что направлено против человека. То, что старается, как правило, в основе всего этого лежит жадность. В основе всего этого нажива, страсть к тому, чтобы набрать себе, отобрать у другого, самому при этом ничего не делая. Вот и все. То есть не работая, постараться получить удовольствие. Володь, буквально последние секунды остались. Чем заинтересуешь еще коротко-коротко жителей? Пригласи в музей. Приходите, уважаемые жители, в наш музей, потому что это самый уникальный музей нашей области, в котором отражены все аспекты вашей жизни. Вашей, не милиции. Это ваша жизнь, потому что милиция вами занимается. Вот, имейте в виду, приходите, мы вас очень ждем. Спасибо, Володь, большое. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Владимир Потапчик, ведущий специалист-эксперт отдела морально-психологической подготовки управления по работе с личным составом УМВД России по Тверской области. С вами была Арина Чекунова. Сегодня мы говорили о музее УМВД России по Тверской области. Всего доброго, до свидания. До свидания.